Шалом! Мы сегодня заканчиваем первую книгу царей Безрада Шем, 22 глава. Здесь у нас по-прежнему вроде бы Илья Унави в картинке, на самом деле не в картинке. Почему? Мы его не видим. Окончание, как он поднимается, бурей на небеса будет позже. Но мы сказали, по большому счету, он сейчас потихонечку уходит в отставку. Он передает свои функции, он перестал быть основным и ведущим пророком. И какую тему дадите, Тристан? Вчера Илья Азар сразу попал в нужную тему. Ты читал? Вот только что закончил. И? Сформулируй для себя. Если голова на плечах есть, подумай, что ты прочитал, скажи своему формулировку. Чуть-чуть правильнее, чуть-чуть менее правильно, более правильно. Это является учебой. Учеба это не просмотреть и сказать прочитал. Не, могу пересказать, допустим, глагол, но не могу. Хорошо, перескажи ее в трех предложениях, а потом мы это сократим до одного. А потом до половины. Или до четверти. Давай. Что было в то время царю Шафак и хотели пойти войной на Арам. И там свидетельствовали эти пророки, говорили о том, что он шел на войну, что Всевышний предаст его в их силу. И царь Израильский спрашивает, царь Израильского, что может быть еще какой-то пророк, кто может услышать его мнение. Он говорит, да, есть там один, который меня ненавидит. И все, что он говорит, говорит, всегда про меня, то есть, плохое. Он говорит, давай там верну его, и дальше немножко не понял. Я понял. В принципе, ты сказал более-менее правильно, когда ты даешь тему, убери глаголы. И получится плюс-минус тема. Несколько вещей ты повторил несколько раз, поэтому тему ты сказал. Но ты ее не сказал. Элизер, выйди из-под козырька. Тема, напомню, это исполнение пророчества. Ой, исполнение пророчества, это тема совершенно неправильно сформулированная для книги пророков. Вся книга пророков, это пророчество. Все они исполняются, если это не лжепророчество. Сказать исполнение пророчества, это громко сказать ничего. Нет, ну что можно сказать, если тут выполняется пророчество Илья. Какое? Какое, что... Илья или Михаил? Илья... 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 Говори. Пророчество. То, что кровь, что его детей, будет влезать псы. Я понял. Значит, ты сейчас говоришь, исполнение пророчества, которое мы раньше видели Илья, то, что Ахаб погибнет. Можно так сказать, оно здесь есть, оно не является центровым с моей точки зрения. Ну, как одна из тем, это действительно одна из тем здесь. Что здесь центром является? Правда, и может, по вашему мнению. Нет, нам дают, и лучше. По объему информации у тебя здесь почти полсотни предложений. Посмотри, больше... Больше полусотни. Большая часть предложений, чему они посвящены. Войне. Война. Кого с кем? Между Таём Иуды и Израилем. Я понял. Очень спокойно и легко. Война между царями Иуды и Израиля и Арамом. По-хорошему, конечно, нужно было бы сказать, царя Иуды Иошафата и царя Израиля Ахаба против царя Арама. Это то, что меня здесь интересует. Как звали царя Арама? Здесь не написано в предыдущих главах. Бенадад. Не важно. Давайте сейчас пробежимся по этой главе. Сразу еще один момент, который здесь не написан прямым текстом, но между строчками очень ярко виден. Мы сказали, что почти весь период царей у нас идут войны между Иудой и Израилем. Здесь мы видим впервые, фактически, достаточно приличный период, где они не просто не воюют, а они готовы идти вместе. Три года не было войны между Арамом и Израилем. Мы сказали, что Арам пришел, была война, которую мы в прошлой главе разбирали. И было в третьем году, и не сшел Иошафат, царь Иуды, к царю Израиля. Что значит не сшел? Почему звучит, что он спустился? Откуда он спускается? Вы где сейчас находитесь? В Иерусалиме. Когда человек из Иерусалима куда-то идет, мы всегда говорим, он спускается. О лимле эрес Исраэль, юрдиме эрес Исраэль. И не важно, ты сейчас севереста в землю Израиля, а ты оле, ты поднимаешься. Хотя севересты самые высокие, ты поднимаешься сейчас в землю Израиля. Ты не можешь сказать, я был на хермоне на сирийском, и сейчас я спускаюсь в Израиль. Это неправильно с точки зрения смысла. Основной смысл поднятия и спускания, это духовный смысл, а не физический. А хермон за границей, да, я бы скажу. Сегодня хермон является, в принципе, границей. То есть по нему, в принципе, идет граница. Сегодня самые высокие пики находятся не на израильской территории, а на арабской территории, на сирийской территории. И здесь мы видим, что спрашивает царь Израиля, а знаете ли вы, что Рамото Гелат нам принадлежал? По секрету скажу, мы там будем гулять на следующей неделе. Царь Голланы, а ты знаешь, что это наше? Мы знаем. А там это идет непонятно. Это наше, а мы это не забираем. Что же мы молчим, вместо того, чтобы забрать это из рук Рама? И что он отвечает Йошафату? И что он добавляет Йошафату? Ахавли Йошафату? Как ты на днях. Не, нет. Ты пойдешь со мной на войну? Тот говорит. Тот говорит. Я, как ты, мой народ, как твой народ, мои кони. Бакисур, мы единое целое, по большому счету. Звучит очень... Правильно. Очень положительно. И, казалось бы, весь еврейский народ сейчас фактически объединяется. Да, цари есть один, царь есть другой, царь. Но мы сказали, Ахав у нас в значительной степени на подъеме. В какой момент мы про это сказали? У нас было уже два раза подъем у Ахава. Когда был первый? Когда с колесницей Илья его соображает. Но подъем был в чем? Что он принял то, что Илья смог победить пророков Бааля. Он это принимает. А второй раз, в прошлом главе, что мы видели? Чуву это сделал. Когда уже его фактически приговаривают. И Илья на вид к нему приходит и говорит. Усю. Что он говорит? У меня есть традиция от правоцов. Я могу помолиться. Он молится, он делает чуву. Мы сказали, полную чуву или нет? Нет. Мы сказали, что это очень похоже на чуву Нинвэ. Это не полноценная чува, где человек действительно меняется. И мы даже намеки увидели в последних предложениях прошлой главы. Но тем не менее, сейчас о чем идет речь? Он говорит, давайте пророков. И тут внезапно появляется сколько пророков? 400. 400 каких? Те, которые там были. Не до 30, а до 45. Я понял. Да, это есть такой момент, который напрашивается. Что мы говорили, что было 450 пророков Бааля и 400 пророков Аширы. Но здесь не написано, что это пророки Аширы. Более того, когда приходят Йошафат и Ахав, понятно, что Йошафат не будет слушать пророков Абады Зары. В таком случае, что это за пророки? Которые наговорили то, что люди хотели услышать. Другими словами, лжепророки. Да, но они наговорили то, что они хотели слышать, или они действительно верили, что они говорили правду? Лжепророки. Есть место и для того, и для такого понимания, и для такого. Может быть, они... Потому что, если они говорили то, что хотели, то больше похоже на политику, игра. Здесь больше похоже не на политику, в частности, из-за того, что мы слышим, неважно, это ангел или это дух, который берет на себя, что он их совратит. То есть, они действительно это слышат. Вопрос, что они слышат, как они слышат и почему они слышат. Но они это слышат, потому что все 400 человек услышали то же самое. 50% забивают их в грех, скажем так, потому что они не играют в политику, а действительно верят в то, что слышат. И да, и нет. Потому что, фактически, они не являются пророками. Они берут на себя, что они да, пророки. Ты прав, что можно сказать, что если их подставили, выражаясь политическим языком, то в таком случае они меньше согрешили. Может быть, можно так сказать. И здесь Иошафат говорит, Иошафат, царь Иуды, говорит, давайте, а может еще есть пророки? Почему? Потому что слишком сладко говорят. Слишком сладко говорят, он говорит, что-то не то. Давайте еще пророка. И тут Ахав. Интересно, что его здесь практически... У нас его называют Ахавом в этой главе? Нет. Как его называют? Таэр, здрасте. Который Ахав. Нет, есть в 20-м посылке, кто привестит Ахава. Но кроме этого, каждый раз его называют... Царь Израиля. Царь Израиля, что мне это говорит? Статус у него истаря. Что автор забыл, как его зовут? Скоро поменяется царя. Что на самом деле другой царь уже есть. То есть он не важен. Что он не считается царем? Он не важен. Если бы он не считался царем, то как бы его называли? Если его называют царем, тогда он реально царем. Стойте. Он здесь реально в этой главе выступает, как царь Израиля. Он здесь выступает не как грешник. Единственный момент, где мы видим его как грешник, там, где его должны совратить. Там, где двадцатый пасук, нам написано, и сказал Господь, кто прелестит Ахава. Кто уговорит Ахава. Неважно. Или вы можете сказать, там, самые последние пасуки, где мы говорим про его смерть. Там тоже написано Ахава. Но во время войны мы видим, что он сейчас не злодей Ахава. Он сейчас царь Израиля. То есть делает свою функцию, да? Он делает сейчас свою функцию. Он сейчас ведет свой народ. И более того, здесь есть какой-то момент самопожертвования, я бы сказал, с его стороны. Он себя жертвует для того, чтобы народ не погиб. Обратите внимание, спрашивают еще раз Михаяву. Тот пророк, который у нас уже фигурировал пару глав назад. И который несколько раз приходил с плохими пророчествами к Ахаву. Ахаву. А он проковой имен, когда говорит, что у меня есть один рог, который поговорил про Илья Унови или про Илья Унови? Михаям. Я говорю, Илья Унови, в принципе, сейчас уже практически сошел с... Хотя в предыдущей главе мы его еще видели, с Изебель. Но там это было больше связано с Изебель. А так он более-менее уже сходит с ценой. И здесь сейчас царь Израиля и его шафат, царь Иуды. Обратите внимание. Его шафат, его называют его шафат, царь Иуды. Царь Израиля без имени. И царь Израиля, и его шафат, царь Иуды. Каждый сидят на своем престоле, вокруг них полукругом сидят приближенные и так далее. И пришли пророки и пророчат. И один из пророков вообще, Циткиябенкнаана, сделал железные рога. На самом деле... Мы это видим еще в нескольких... Это есть еще в нескольких местах, где пророки делали что-то символическое, чтобы показать, вот как эти рога могут забодать. Точно так же и ты их забодаешь. То есть, он делает что-то символическое, показать, ты сможешь победить. И ты его победишь, и они все пророчат, что пойдет, преуспеет, Всевышний отдаст в руки царю. И посланец пришел, изрек ему, вот же реки пророков единогласно, царю добрая. Все согласны, что будет замечательно. Сладкие речи льются. Главное не обляпаться. И дальше, что говорит Михаил? Хаяшем. Что такое Хаяшем? Клятва Всевышнего. Клятва Всевышнего. Что Господь мне скажет, то изреку. Я не буду говорить то, что нужно. Я пророк. Я могу сказать только то, что говорит Всевышний. Леавдель, я приведу еще одного пророка. Разбудите юного одаренного. Он услышал и обиделся, что назвали всего лишь одаренным. Здесь Билан, помните такого? Что он говорит Балаку, когда тот его просит проклясть? Я бы с удовольствием, я сам хочу. Но в пророчестве я могу говорить только то, что говорит Всевышний. И здесь это нам очень-очень ярко подчеркивается. Это в значительной степени противопоставляется тем четырем сотням пророков, которые сказали фактически пророчество на заказ. Получается, тут ее отсюда не ввесат? Над Хавом? Да. И он, что говорит Михаилу? После возврата все останутся без пастуха. Евреи Израиля останутся без пастуха. Кто пастух? Царь. Значит, что это значит? Убьют. Все? Убьют. И сказал царь Израиля Иошафату. Ведь говорил, я тебе, он не будет мне пророчить доброе, только злое. И сказал, потому, слушая речения Господня, я видел Господа сидящим на его престоле. И все воинство небесное стоит при нем, от него справа и слева. И сказал Господь, кто прести Тахава? И сказал один тем-то, другой тем-то. И выступил дух. Радак приводит мнение Рамбама, если я не ошибаюсь. Секунду. Да. Радак Равид Давид Кимхи приводит мнение Рамбама. Когда преступления и заслуги Ахава были представлены перед Богом духов, кроме, кроме навода, не было греха для окончательного обвинения. Не было ничего, чтобы его уравновесило. И выступил дух, и стал перед лицом Господа, это дух навода. Так пишет Рамбама. То есть, как будто бы у них нет выбора из-за этих лживых духов, на самом деле это есть судно. Навод, он не лживый. Навод, он... Я говорю с точки зрения людей. Пророков, лжепророков ты имеешь в виду. Да, да, да. Только из этих людей. Типа эти лжевые, на самом деле это уже судно. Они уже были лжепророками. И их сейчас, кстати говоря, не судят. Никто не говорит, что с ними происходит и как к ним относятся. Вообще ничего не сказано. Мы, то есть, мы понимаем, что это лжепророки из-за того, что они сказали, не сказали то, что должны были сказать. Снова таки, вполне возможно, сам текст нам говорит, что так как они были лжепророками, то они не смогли понять, что их подставляют. И это не то, что они были настоящими пророками и вдруг взял кто-то их подставил, Всевышний их подставил. Они были лжепророками. Через то, можно сказать, что они не были пророками. Исходя из того, как из реалий мы понимаем, что они лжепророки. И при этом Всевышний говорит, кто их подставит. То есть, кто подставит Ахава в итоге. Кто может подставить Ахава, чтобы это не было подставой, это было судом? Только навод. Но, тем не менее... Навод, которого убили для того, чтобы освободить землю для Ахава. Виноградника Ахава, который мы разбирали. Ему дается выбор. Пророк чистый говорит ему. Если бы он теоретически послушал, смог бы ли он изменить ситуацию? Он мог. Без проблем. Вопрос, что если бы он... Если бы он... Если бы он исправлял, спасал свою душу, то фактически он не сделал бы то, что нужно для Израиля. А он сейчас царь Израиля. Он в этой главе с большой буквы царь Израиля. Очень сложно. Нет, и дальше это будет еще понятнее. Нет, сложно было не как бы он это сделал. Он сказал, я хочу довести до конца то, что я считаю нужным. Я считаю нужным вернуть Израилю Голланы. Даже если это мне грозит, я это верну. Это не значит, что это исправило все его ошибки. Но это большая заслуга. Цена? И здесь мы видим, подходит Ситкияу, один из 400 лжепророков. Михаил бьет по щеке. Интересно, Михаил даже вторую щеку не подставляет. Ну, это не наш вариант. А та оговорочка, да, для тех, кто вспоминает христианские варианты. И что говорит Ситкия? Как это? Перешел Господний Дух от меня, чтобы изречь в тебе? Чего? Я сейчас знаю, что я давал, вещал то, что я услышал. А ты сейчас говоришь, что это все липа? То, что я обещал. А ты сейчас вещаешь в имени Всевышнего? И сказал Михаил, вот ты увидишь тот день, когда войдешь в укромный покой, чтобы спрятаться. И в итоге, и сказал царь Израиля, возьмите Михаил, верните его Омону, градоначальнику, Иоашу сыну царскому, и посадите в темницу на хлеб и воду. До моего прихода с миром, то есть до моей победы. На что Михаил ему отвечает, если вернешься, вернешься с миром, если ты вернешься с миром, значит Всевышний через меня ничего не говорил. Почему? На самом деле, здесь он на очень тонкой планочке. Мы сказали, обычно пророчество, если человек слышит пророчество хорошее, то хорошее пророчество всегда будет исполнено. Если пророчество плохое, то это может изменить. Что говорит здесь Михаил? Он не хочет менять, получается. Михаил говорит, если вернешься с миром, то в таком случае, то что я сказал, это лжепророчество. Но, по большому счету, здесь нужно понять, что это не то, что он не верит, что Ахав может меняться или нет. Если Ахав меняется и идет на войну ради Израиля, то он должен погибнуть. Он мог не пойти, но если он уже пошел, то шансов у него уже нет. Это то, что сейчас нам говорит пророк Михаил. То есть выбор у него есть или нет? Есть. Спастись он может или нет? Да. Но подставляет Израиль. Но тогда он подставляет Израиль, и тогда фактически он перед смертью падает, вместо того, чтобы подниматься духовно. Это выбор 50-50 у него. Это у него выбор, или быть хорошим и погибнуть, или быть плохим, и может быть еще сколько-то времени остаться в живых. Жесткий выбор. И поэтому сложный тяжелый. Но именно поэтому Михаил говорит, если вернешься с миром после войны, то я этого не говорил. У тебя выбор четкий. И он его ставит перед выбором. Он на него не говорит, что не важно, что ты будешь делать, куда ты не пойдешь, все равно погибнешь. Это я могу любому сказать. Ты все равно умрешь. Беседр, и я когда-то умру. Вопрос, когда? Это будет через 5 минут или через 100 лет. Это уже другой вопрос. Все умрут. Беседр. Это нормально. Это природа этого мира. Так Всевышний сотворил круговорот в этом мире. Но здесь он говорит, если ты уже пойдешь, ты уже сделал выбор. Это точно так же, как мы говорили с фараоном в свое время. Только там он другой выбор сделал. Когда он делает казнь. Мы говорим, это точно так же, как человек, который спрыгнул с 20 этажа. У него есть выбор во время полета. Полет протекает нормально. Кроме этого, единственный выбор, который у него есть, он может сказать, что Шма-Исраэль сделает шву. Это единственное, что он может. Изменить что-нибудь он уже не может. Он еще живой, но он уже не может. Если здесь Ахав идет на войну, он сделал выбор, что он сейчас не Ахав, а царь Израэль. То есть он правильный. А кто сказал, что нет? И тут мы видим еще один момент. Царь Арама говорит своим колесничим. Интересно, что колесниц здесь очень мало. Если мы посмотрим во времена Шуфтим, во времена Египта, мы там каждый раз видим 600 колесниц, 900 колесниц. Большие цифры. И у Кнанейцев тоже 900 колесниц, сестра. А здесь мы видим Арам, который на тот момент является одним из крутых царств. 32 колесниц. Причем 32 колесничих, я не уверен, что колесниц было 32. Может быть их было вообще и 16, а на колеснице по 2 человека тоже может быть. А это 10 местные. Какая разница? То есть вместо 900 колесниц, которые мы видели у Сесры, мы видим здесь 30. Дальше если сказать, что они немножко больше, колесницы на тот момент... Максимум на 10. Нет. Что такое колесница? Это не современный танк Меркова, который... Колесница, в принципе, боевой состав колесницы это или 2, или 3 человека. Один возница, другой лучник и третий копейщик, обычно. Копейщик не обязательно или лучник не обязательно. То есть, в принципе, если будет только копейщик или только лучник, колесница по-прежнему колесница. То, что мы здесь видим, мы здесь видим имена лучников. Что он говорит? Как только увидите царя Израиля, вперед, убивайте. На самом деле, очень необычный для старого мира. Во многих книжках, которых я читал, так сказать, 20 века, говорят, что это только в 20 веке придумали, но мы видим, что за 3 тысячи лет до этого, или за 2 тысячи 800 лет до этого, это уже было. Когда идет отстрел именно командира. Покушение идет именно на, даже не на офицеров, а на командира, вообще на царя. И они увидели, а здесь такой момент был. Йошафат одежки поменял, чтобы не бросалось в глаза, что он царь. Факт, что да. Тебе хочется из русской истории Дмитрий Донской на Куликовском поле отдал княжескую одежду, кто сам был в одежде обычного сотника. Бился совсем. А? Бился совсем. Да? Ну, тот, кто переоделся в него, он тоже бился. Ну, на него, так сказать, специально напали и его убили. Он знал, что с большой вероятностью он погибнет из-за этого. Здесь мы видим Йошафа. Вначале они увидели напаленное Йошафата. Поняли, что это не царь Израиля. И после этого один человек наугад. Случайно написано. Случайно. Литумо. Простодушно, дословно. То есть, ой, я выстрелил туда. Попал. Гляди. В яблочко. Да еще на таком расстоянии. И он попадает. И что говорит царь? Судя по всему, царь еще вообще внутри лагеря. Еще война только-только начинается. Что он говорит? Так. Давай из лагеря сваливаем потихонечку. Куда сваливаем? Не с поля боя, а на поле боя. Если он сбежит, что скажут? Командир убежал. Все бежим. Командир погиб. Значит, все погибнем. Что он делает вместо этого? Он идет на колеснице, на Арам. При этом у него колесница потихонечку наполняется его кровью. И он весь бой выстоял. Есть Медрошим, которые говорят, что в этом бою погиб один человек. Только Ахав. Благодаря Ахаву. Из-за того, что он все время, так сказать, вел их, то это настолько подняло их дух, что они пошли и смогли в итоге разгромить. И погиб только один человек. Ахав. Потому что он сейчас не Ахав. Он сейчас царь Израиля. И прошел клич по страну. И при закате говорят, что каждый свой город, каждый на свою землю. И умер... Нет, умер на комментариях. Нет, 37-й посылок. И умер царь. И прибыл Шамрон. И там его погребли. А дальше мы видим, что действительно колесницу моют. И собаки... Это действительно... Я могу сказать, что когда есть... Когда делаешь шашлыки, то кошки на мясо чуют кровь, сразу сбегаются со всей округи. Собаки тем более. У меня брат как-то рассказывал, что он пошел на рыбалку. Они дикарем отдыхали там где-то в Крыму, но на Азовском море в Крыму. И рассказывал, что я, говорит, там наловил сколько-то рыбешек. И возвращаюсь. Я так понял, что я тогда был младенцем, то есть ему было лет 10, чем-нибудь такое. 10, 11. И говорит, я возвращаюсь. И со мной куча больших таких собак, стая целая. И говорит, в итоге я домой вернулся без единой рыбки. Я отдал, да? А? Ну, не хоть... Потому что они... Пока у него что-то было, шли за ним с не слишком дружескими намерениями. Здесь есть кровь, которую выливают на пол. Кстати, что делаем мы с кровью во время шхиты? Закапываем. Мы ее должны покрыть. Мы не бросаем просто кровь. Песочком засыпаем. Песочком засыпаем. Песком. Или пеплом. Ну, мне сказали, землей тоже. Если у тебя не будет ни первого, ни второго, то тогда третья. Это же был шаббат. Надо было быстро-быстро. И в итоге мы видим и остальные речи об Ахаве, и всем, что содеял. Ну, и дом из слоновой кости, который он построил. То есть, мы видим, что и строителем он, оказывается, тоже был. Причем здесь есть очень много аналогии в какой-то степени с Ордусом. Хотя не то же самое. Что он был, несмотря на то, что он был большим злодеем, он был большим строителем. И он построил еще Мрон, он построил дом из слоновой кости, он построил еще города, которые приводятся в 39-м посылке. Он много чего сделал. И в итоге вместо него встает царем, кто? С его сына, Зайдяк, Ахазьяу. Ахазьяу. А что такое Яу? Или Яу? Ахазьяу, Ирмияу, Ишаяу. Юд, Гей, Вав. Ничего не говорит? Это три буквы из имени, из четырехбуквенного имени Всевышнего. Все равно? Юд, Гей, Вав. Только Геи нет еще одного. И здесь мы видим, в имени дают не помогло. Он, как и отец, делает гадости. А можно вопрос? Да. Если он был сыном Ейзевель, да, то он не еврей? Смотри, понятно, что Ейзевель, Анадда прошла Геюр. Просто цена этого Геюра была ноль в испаночке. Я не могу не спрашивать. Формально он как бы... Формально, да. Неформально, вполне возможно, что это тоже одна из причин. Еврейство по матери ввели ровно с момента дарования Торы. А может быть, даже и раньше. Раньше есть спор из-за того, что написано по поводу сына израильтянки из Калена Дана. Как ее звали? Шламид Баддабри? Баддиври. Баддиври. Болтливая. Из болтливых она была. И все у нее хорошо. Доболталось. Про нее написано, что... Про него, точнее, написано, что он там ссорится с евреем. И возникает вопрос. Так, а он кто? Кстати, Рашин там на месте говорит, что он, соответственно, не еврей. Рашин говорит, что он не еврей. А? Рашин говорит, что он не еврей. Значит, и что в принципе человек, у которого мама... еврейка-папа нет, что он тоже должен проходить Гию. В Аллахе этого нет. Но он это пишет, кстати, в комментариях к трактату Евамото. Не только к этой недельной главе. Но в принципе мы видим и по отношению к женам Шимшона. И по отношению к женам Шломо. Что они проходят Гиюр. И по отношению к Рут, которые выходят замуж. Мы видим, что когда они брали жену из другого народа. Может быть, тогда процесс был... Безможет быть. Тогда процесс выглядел совсем по-другому. Знаете почему? Основная причина. Потому что в любом случае, если человек приходил и начинал жить с евреями. То у него по определению было полное погружение в соблюдение заповедей. Куда ни кинь. Это сегодня, можно сказать. То есть евреи религиозные, а есть евреи нерелигиозные. А если, как нерелигиозные, они же тоже евреи. Поэтому сегодня и отношение к Гиюру совсем другое. Потому что мы должны увидеть, что действительно это Гиюр реальный. В те времена, если человек пришел. И он прошел Гиюр. То у него уже идет полное погружение. Снова таки. Это не избавляло нас от иногда проколов. Та же самая жена фараона и другие жены Шиломо, которые делают Абаду-Зару. Или то, что здесь происходит с Изевель. Но понятно, что когда брали жену не еврейку, должны были делать ей Гиюр. И то, что Эзер припомнил возвращение из Вавилонского изгнания. То там Эзер говорит. Евреи забыли Тору. И просто так взяли себе в жены. Не евреек. Арамеек. Развестись. Отослать всех, не разрестись. Отослать всех домой. Отослали домой. А как это влияет на национальность? Потому что они не еврейки. Их дети не евреи. Поэтому я еще подчеркиваю. Он сказал. Они Тору не знают и не соблюдают. И поэтому взяли. Пусть отошлют. Если бы они прошли обычный Гиюр. То не было бы никакой проблемы. Проблема не в том, что они... Что там появляется такое решение, что не еврейскую жену нужно отослать. Проблема в том, что до тех пор в Вавилоне, те, кто пошли в Израиль, очень многие, они забросили Тору. И они пошли в Израиль. Были, которые были элита Коаним и Талмидеха Хамим и так далее. А были такие, которые не смогли устроиться в Вавилоне. И они уже начали даже смешиваться с местным населением. И сейчас им предложили, ведь за чей счет они шли. Царь там сказал, что те, кто не идут, евреи, должны заплатить. То есть им дали очень хорошие подъемные. И они сказали, здесь мы не устроены. Здесь у нас разбитого корыта. Нам сейчас дают подъемные. Пойдем туда. Я слышал, что это специальный Израиль, не проблемный, и все замирали в Союзе. Нет. Нет, 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 нет такого. Так получилось. Он хотел, чтобы пришли все. Получилось, что он смог завлечь только, не только, но в значительной степени проблемных. Все равно? Здесь мы видим. Возвращаемся к нам. Царь. Царем. Ахазьяу. Портится. Да, может быть, Ги-Юр у его мамы был неправильный. Ги-Юр был. Закон по поводу того, что папа еврей берет жену Ги-Юр, и у него ребенок еврей, да. Но не то, что папа берет жену не еврейку, и его дети евреи. Такого закона никогда не было. Просто всегда на тот момент муж, он решал, по какой дороге идти. Если муж брал себе жену не еврейку, то по определению мы говорили, по умолчанию, что происходит. Он делает ей Ги-Юр, он же хочет, чтобы у него в доме была нормальная атмосфера. Проблема, которая появилась в Вавилоне, которой до этого не было. Что они не знали Тору. И поэтому им это было безразлично. Им было безразлично. Ну, взяли, какая разница, еврейка, не еврейка. Шламон Мелех тоже взял дочку фараона. Ахафы взял дочку Эдбааля. И Ашимшон взял. Но они-то брали. Сами, более-менее находясь в теме. И, соответственно, женщина проходила Ги-Юр. А когда вернулись из Вавилона, этого не было. Поэтому Эдзра и призывает тому, что он призывает. Здесь же мы возвращаемся. И Ашафату было 35 лет при воцарении. 25 лет он процарствовал. Кстати, Шламон. Сколько лет процарствовал? 40. 40. Сколько лет ему было, когда он стал царем? 12. 12. Соответственно, он прожил всего 52 года. Поэтому, когда Шламон рисуют таким убеленным сединой старцем. Особенно, когда показывают суд Шламон, который он сделал в самом начале. Сколько ему было непобеленному? И вот это было какие-то 13-14 лет. Когда он это делал в суд. Ну, не было у него вот такой вот белой бороды. Ну, не было. Не было. Мудрость у него была от Всевышнего. И здесь оканчивается интересным моментом. Последние псуки немножко выбиваются из общего контекста. Прежде всего, вдруг вспоминается про Эдом. Что Эдом не было у них царя. На самом деле, это понятнее станет уже в следующей книжке. Это уже задел на следующую книжку. Потому что во времена Йорама, сына Йошафата, Эдом восстает. До этого они платили дань царям Иуды. И Иуда, фактически, с точки зрения территории, не там, где жили евреи, а подвластной территории, была до Элата. Откуда он пытается послать корабли? Торшиш. Нет, Торшиш это в районе Сомали. Откуда? Здесь написано. Написано, Этион Гавер. Этион Гавер это название Элата. Это одно из названий Элата. Он их хочет послать в Торшиш, это Кипр на самом деле. А он хочет кипрские корабли, чтобы они пошли в Офир. Это район Эфиопии. Сомали, Эфиопия, Эритрея, в том районе. Сына? Он их туда хочет, но корабли разбились. И в итоге мы видим, что Иошафат умер по-хорошему. А Хазья по-плохому. И мы видим то, что мы сказали на прошлом уроке. Может ли человек получить наказание за грехи отцов? Может ли он? Нечестно. Как? За грехи отцов. И он будет получать наказание? При условии, что он продолжил делать эти грехи. Тогда он получает по заслугам и за свое, и за отцовское. Цена? Что папа не предупреждает у мальчика? Что смог делать вместо меня? Что не делать, что угодно? Знаешь, очень часто папа предупреждает своих детей, а дети слушают и потом делают все равно, как им хочется. Особенно, если они видели дурной пример перед глазами постоянно. Даже если им говорят, что так неправильно. И в итоге последнее предложение страшное. И он служил Баали, простирался в поклоне ему. И он гневал Господа, Бога Израиля, по всему, как делал его отец. И на этом мы заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok